За десяточку отдадите, а то у моей малышечки сегодня день рождения, а денег у меня нету особо. Катерина пользовался... Катерина. Она, он, непонятно, продает набор для роллов в Midori, воскоплав, йока и генератор водородной воды Piano 2000. Все просто. Так. Я сейчас все сделал. Ну, в общем-то. Фокин эл. А витология переживает тяжелые времена. Все дорожает, в магазинах нет ничего в наличии абсолютно, купить по розничным ценам товар практически невозможно, но с другой стороны, для этого наша рубрика и существует. Мы с вами уже покупали, продавали айфоны, недавно раздобыли PlayStation 5, а сегодня займемся дико сложным делом. Будем выбирать и покупать видеокарту поколения 30XX в состоянии новой с Авито по самой низкой цене. Вот такая задача. Меня зовут Арсений Петров, вы на канале Велосоком. Ну, погнали. Для начала хочу принести извинения за предыдущий выпуск. Вы совершенно четко заметили, что скрытый номер на Авито появился. И когда ты звонишь кому-то, и тебе говорят о том, что ведется запись, это на самом деле не мошенники. Это Авито таким образом защищает наши с вами данные. Я об этом, к сожалению, не знал. Наука авитология сложная, она постоянно развивается, поэтому спасибо, что сказали мне об этом. Еще одно новшество нашей рубрики вот в Авитофоне. Мы именно с него будем звонить нашим потенциальным продавцам. Прекрасный защищенный аппарат для связи с мошенниками и честными людьми в том числе. В современном поколении видеокарты существует несколько моделей, как вы все знаете. И выбрать ее было не так-то просто. Я решил пойти легким путем, открыл голосование в нашем телеграм-канале, ссылка на него, кстати, в описании. Если вдруг еще там надо будет за что-то приголосовать, короче, подпишитесь. И вы практически единогласно, более 40% людей выбрали NVIDIA RTX 3060. Эту видеокарту вы посчитали самой народной, самой топовой по соотношению цена-производительность-качество. Понятно, что там нет полноценного 4К гейминга, но и на 2К мониторах играть тоже кайфово. Поэтому я с вами полностью согласен. Будем выбирать 3060. Правда, планочку немножко задерем и искать на Авито пойдем 3060 Ti. Во как. Для начала скажу, что лично я, да и все, у кого я спрашивал совета, с кем разговаривал на эту тему, потому что я не какой-то величайший ПК-геймер, у меня дома стоит ПК, на котором я играю в Counter-Strike. Вот уже лет 20, мне кажется, я не меняю игру. Поэтому мое мнение, может, было бы не таким авторитетным, мне пришлось пообщаться с людьми, это совершенно нормально. Они мне сказали, что видеокарту с рук вообще бы покупать нежелательно. С одной стороны, вы можете сказать, чувак, это касается абсолютно любых товаров, лучше покупать новые. Но видеокарты, процессоры и другие очень такие малоресурсные компоненты компьютера, которые под постоянной нагрузкой действительно могут изнашиваться, страдать, я бы все-таки советовал идти прям в магазин и покупать с полки в запечатанной коробке, но это в идеале. С другой стороны, авитология и эта рубрика для того и существует, потому что мы всегда хотим сэкономить, денег у нас по большому счету нет. Ну и перед тем, как начать, вас всех наверняка интересует вопрос майнинга, потому что видеокарту купить сложно по большому счету именно из-за него. Мамкино-майнеры известны своим небрежным отношением, несублюдением температурных норм, после чего страдает в большинстве своем даже не видеопроцессор, а память оперативная. И, конечно же, это довольно тяжко в условиях вот этого самого подпольного майнинга, будучи каким-то несведущим в этих делах на протяжении года-полутора, продать в итоге видеокарту в хорошем состоянии. Понятно, что она будет вся потасканная, понятно, что у нее уже будет исчерпан ресурс, ну просто представьте, вы купили себе тачку и два года вот так вокруг земного шара хреначите на 7000 оборотов по скоростной трассе. Понятное дело, что в вашей машине придет жопа. То же самое с видеокартой. Мы, конечно, уже не первый раз на Авито, поэтому будем выбирать и нормального человека, и карту, которая куплена относительно недавно, смотреть на ее внешнее состояние, прогоним через все стресс и не только тесты, попробуем, ну хоть как-нибудь понять, в каком она состоянии, но заранее вам говорю, что единого метода вычислить видеокарту, будучи после майнинга, которую точно нельзя покупать, практически не существует. Перед такими тяжелыми поисками видеокарты хочется немножко расслабиться, и в этом отлично помогают конструкторы U-Gears. В этот раз они безумно интересные. Все это можно с легкостью собрать из уже вырезанных деталей безо всякого клея. Нужно только распаковать конструктор, выдавить детали и собрать, следуя подробной инструкции. Я их собираю, кстати, уже не первый раз. У нас был и сейф, и поезд, и кабриолет, и шкатулки. Но посмотрите, какая красота получилась у меня сейчас. Механическая копия легендарного авто Shelby Cobra 427, например, вообще огонь. Если купить несколько, с друзьями можно устраивать настоящие драг-заезды и даже дрифтовать. Дома, а не на парковке у торгового центра. Очень крутая штука, правда. Кстати, здесь используется новый мотор U-Gears на металлической спиральной пружине. Есть еще U-Gears гексопод-исследователь. Вообще он предназначен для исследования темного космоса, но сейчас почему-то занят поиском чего-то на моем рабочем столе. Заводим пружинку, и он начинает ходить. А максимальная скорость у него, кстати, дикая. Он буквально бегает по дому. А это моя любимая штука. Собираем марбл-трассу и просто вечность наблюдаем за тем, как по ней катаются шарики. Марбл-раны, кстати, популярная тема. Всегда интересно узнать, доберется ли шарик до финиша, сможет ли он сделать это быстрее других. Короче, крутое развлечение для компании. Ну а если брать несколько комплектов таких U-Gears, их можно объединить между собой, и трасса получится еще больше. Какими бы классными модели ни были, всех объединяет прекрасный запах натурального дерева и легкую сборку без клея. Все конструкторы U-Gears это прекрасный подарок, и в этом вы можете убедиться сами. Моделей чуть меньше сотни, подобрать их можно кому угодно. Заказывайте по ссылке в описании, а с промокодом ВИЛСА20 будет скидка 20% на всю коллекцию. Ну а мы продолжаем видос. Фу, ну погнали. К этому выпуску я готовился дольше всего, потому что тема дико сложная, нарваться на какой-то стрёмный товар очень легко. Вводим RTX 3060 Ti. Конечно же нам нужна БУ-видеокарта, потому что мы сразу отсеиваем всех этих подвальных перепродаванов и так далее. Я не говорю, что они плохие, но нам нужно поехать к человеку и купить у него с рук. Отмечаем только частные, выбираем только с фото, и для тех, кто невнимательно смотрел предыдущие выпуски, в которых я это тоже самое делал, отмечаем цену. Для этого идем на Яндекс.Маркет, введем RTX 3060 Ti, и увидим, что средняя цена даже политовских видеокарт довольно высокая. 87 тысяч, 91 тысяча, 89 тысяч, 81 тысяча. Но, кстати, вот здесь прям скажу, мы, к сожалению, не можем попасть в запросы всех. Кто-то любит мини-сборки, и им подойдет вот такая маленькая версия 3060 Ti. Кому-то вообще по барабану он собирает большой гроб, поэтому он купит себе с тремя кулерами. Чуваки, извините, какую купим, такую купим. В ней прекрасно играется 2К, она довольно компактная, она хорошо охлаждается, она офигенно производительная, у нее есть DLSS современного поколения, на ней реально можно гонять в классные игры в хорошем разрешении на ультра-настройках. Это отличная по всем оптимальным параметрам карточка. Другой вопрос, что их существуют разные модели разных брендов, и в этом выпуске я все-таки предлагаю не спорить. Там, Palit, MSI, Asus, два кулера, три кулера. Мы в потребности и субъективное мнение каждого из вас попасть не можем. Я нашел вот еще что. Смотрите, в Ситилинке даже есть одна в магазине прямо сейчас со скидкой, гигабайтовская карта за 86 тысяч рублей. Вот от этого я и предлагаю отталкиваться. Мы находимся в Москве, смотрите, остальные под заказ, одна в магазине, 86 косарей. И попробуем на основе этих данных сэкономить хотя бы тысяч. Жень, сколько? 15? 20. 20 не сможем, брат, я тебе сразу говорю. Что я понял за несколько часов, проведенных на этом прекрасном сайте? Средняя цена на нормальную видеокарту, где чуваки готовы предоставить чеки, коробку и дать вам возможность эту видюху проверить, 70 тысяч рублей. Вы посмотрите, что народ делает. Они даже 1080 Ti продают за 55 косарей. Ну о чем говорить? Сейчас видеокарты сумасшедше дорого стоят. Я вам честно скажу, я отметил избранными практически все объявления, которые есть на сегодняшний день, на данный вообще момент. Вот, давайте начнем с самых-самых-самых дешевых. Вот это дико интересно. Открываем. Давайте позвоним. Берем наш авитофон. И набираем номер. 2080. А, what the fuck? Все, извините, в глаза долблюсь. Я просто иногда не знаю, почему авито так хреново выдает поиск. Вот тут закрыто владельцем. За 65 тысяч видеокарты была. Вот, смотрите, самое дешевое предложение. Это RTX 3060 Ti в Зеленограде, в которой мы ездили в прошлый раз, за 68 тысяч рублей. Тоже Евгений. Что-то у вас развелось? Четыре завершенных объявления. Он продавал Полит 2070. Ну, довольно логично. Продал 2070, купил 3060. Продавал PlayStation, геймпад для PlayStation, память DDR3. Ну, короче, видно, что человек действительно живой с 19-го года на авито. Вот что он продает. Гигабайт RTX 3060 Eagle. А две видеокарты в отличном состоянии. Зачем нам две? Ах ты, майнер. Я уже чую подвох. Вот я прям чую подвох. Были куплены 19 декабря 2021 года. Ну, то есть совсем недавно. Успели бы они за это время так намайниться, что там поплыла оплата, обесцветилась. Все, короче, высохло и прочее. Не думаю. Не разбирались пломбы на месте, коробки от карты в наличии. Кстати, насчет пломб. Пообщавшись с очень многими людьми, они сказали, что пломбы вообще не обязательно признак целостности и новизны видеокарты. На некоторых видюхах пломб нет вообще с завода. Хешрейт на эфире 46-46,5. Карты LHR. LHR-карты это те, которые были изначально задуманы NVIDIA для не майнинга. То есть тупо игровые, и в них возможность майнинга была заблокирована. Ну, понятное дело, что пацаны просто взяли нахрен это все, взломали на следующий день. LHR-не LHR никакого значения не имеет. На и тех, и других можно майнить совершенно спокойно. Откуда человек знает, что хешрейт на эфире 46? Сразу видно, что брал под майнинг тем более 2. Современный разговор двух деловых людей начинается с этого слова. Майнил? Алло. Алло, здравствуйте. А я по поводу вашего объявления на Авито вот 3060 Ti звоню. Я понимаю, что карты вы брали для майнинга, да? То есть, ну... Да. Ну, они, несмотря на это, в хорошем состоянии можно брать... Я просто беру себе под сборку на ПК играть, если честно. Я майнить на них не собираюсь. Нет, они... Как бы никаких проблем с ними нет. Приезжайте, смотрите. Можно в любые тесты к ним. Ага, ага, хорошо. Слушай, я только сел выбирать, на самом деле. Если я еще там... Ну, не найду ничего, я к вам вернусь, конечно. А подъехать сегодня можно будет? Я вижу, что в Зеленограде, но я на машине, поэтому мне не трудно. Ну, только если не поздно. Хотя бы до 9 вечера, после 9, наверное. Все, я понял, спасибо. Пойду пока дальше искать, если что, вам перезвоню. Да вы, если что, не торопитесь. Асоциальных звонков нет. Да я понял, да, я понял. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Ага, на связи. Смотрите, первое же объявление, и оно выглядит адекватным, как минимум, потому что чувак честный. Он сказал, все как в объявлении, да, майнил. Ну, типа, ну и что? Но при этом она в идеальном состоянии. Давайте, мне вот интересно стало посмотреть, сколько эта карта стоит новая. Вот именно эта модель стоит 91 тысячу рублей. О, как. Ну, он ее купил недавно, 19 декабря. У нас здесь выигрыш 20 с лишним тысяч рублей. Все как Женя и хотел, 23 косаря мы экономим. Поэтому давайте это отложим. Хорошая карточка, единственное, что мы сегодня уже, наверное, не успеем за ней съездить. Что есть у нас и еще? Так, видеокарта Asus Dual GeForce RTX 3060 Ti 70 тысяч. 69 с обменом, это я так про запас составил на самом деле. 68 999 RTX Ti LHR Eagle. Та же самая, о которой мы только что звонили, только с чеками. Придает ее Николай. Николай довольно суровый человек. Он капслоком нам так и написал. Читайте внимательно. Видеокарта такая-то. Еще на гарантии. Проверка только у меня дома любимый тест. Поставка OEM. Играл на ней в Cyberpunk с DLSS. Кстати, 3060 Ti поддерживает DLSS. И в этом она просто как прекрасный выбор для вашего компа. Вообще офигенная карта. Мне кажется, Nvidia с помощью 3060 Ti размотала всех абсолютно. Это лучший выбор. Поэтому не зря вы за него проголосовали. Приезжайте сами, смотрите лично. Никаких доставок и предоплат. А, предоплат. Уходят в бан. Предложение обмена и перекупы. Неадекваты. Ссылки и спам. Возьму за полрубля. Еще актуально продается. А обмен рассматривать? Еще актуально. Да, цена отличная. 68 999. Да, он пишет, что только играл на ней. Но хочется ли звонить такому персонажу, которому ты даже боишься задать какие-то вопросы? Он же тебе будет отвечать что-то по типу, да, бля, в объявлении все есть, там все написано. Не очень хочется, ну давайте позвоним. Очень непонятно, когда покупалось. Вот. Вот что я спрошу. У меня такое ощущение, что вся эта история с подменными номерами на Авито не очень в пользу продавцов. Потому что люди жалуются, говорят, дозвониться невозможно. Как к этому относиться? Я не знаю, смотри. Я никогда дольше четырех гудков вообще не держу по правилам приличия. Просто человек занят, некогда говорить. Есть, смотрите, вот такая. Идеальное состояние за 75 тысяч, но Asus. То есть, если долго спорить о брендах, можно прийти к Asus, например, или к MSI. Ну, это мое мнение лично. Очень классные бренды, которым я всегда доверял. Идеальное состояние в видеокарте месяц, чек о покупке, гарантийный талон имеются. Год от магазина, три года гарантии от производителя. Не майнило. Стоит в игровом ПК любые проверки. Продаю, потому что нужны деньги. Без торга. Артур. 75 рублей. Это, конечно, довольно дорого. 74 тысячи, Иван. Придается видеокарта RTX 3060 Ti Inno 3D. Хорошее исполнение, довольно тихая версия LHR. На гарантии в российском магазине куплена в Lime Store. В сентябре полный комплект. Прикрепил свой стрим с данной карточкой. Отправка в другие города, только по полной предоплате. И в тегах у него майнинг. Иван. Еще одна 3060, гигабайтовская. Состояние новой. Ка-робки нет. Онегин. Пробуем поискать что-нибудь еще. Катерина продает гигабайт 3060 Ti Gaming OC Pro. Сейчас я быстро посмотрю, сколько она стоит новая. Новая она стоит 91,5 тысячи рублей. Отзывы у нее хорошие. 4,6. Давайте посмотрим. Пользовался... Катерина пользовался... Ну, ладно. В современный мир все-таки. Официальная гарантия 3 года. Полная комплектация. Отчерк, коробка, любые проверки на месте. Давайте зайдем в профиль Катерине. Она, он, непонятно, продает набор для роллов Midori. Воскоплав Йока и генератор водородной воды Piano 2000. Все просто. И вот. Ну и, видимо, мужик через нее продает и видеокарты тоже. Ну, мне кажется, это офигенно, Варик. И 20 косарей мы экономим. Как ты и сказал. Авито бесит просто. Я 4 гудка жду, но я очень хочу видеокарту. Это офигенный вариант. Единственный у меня только вопрос. Почему, во-первых, Катерина с мужскими руками? Ну, это ладно. Это уже всякое бывает, что мы в жизни не видели. Меня смущает только то, что объявление было размещено аж месяц назад. 19 января. И с тех пор эту видеокарту никто не купил. Это довольно странно. И обратите внимание, вообще на всех объявлениях, на всех с видеокартами, которые я добавил, по 300, по 50, по 300 просмотров, по 100. Неужели видеокарты вообще никому не нужны? Я напишу со смайлингом. Сегодня было бы идеально. Около 21. Если карточка и правда в отличном состоянии, я ищу просто не убитую майнингом, как часто встречается, беру для игрового ПК себе. И смайлик. Я думаю, вот после этого сообщения будет только точно понятно. Но учитывая, как быстро она ответила или он, учитывая, что месяц уже висит видеокарта, она такая... Андрюш, нам наконец-то написали, Андрей! А, нет, вот эту мы еще не смотрели. Давайте чекнем ее стоимость в X-Trio. Wow, look at this. Так, вот эта видеокарта 82,5 тысячи рублей. Стоит, кстати, тоже хорошая. Ну, 82 это со скидкой, так-то... О, 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 100, 93, 88. Карточка хороша собою. И давайте попробуем сюда тоже позвонить. Чек о покупке. Ну, давайте хоть поспрашиваем. Мы уже как бы нашли вариант получше. Ну, хоть поспрашиваем. Алло. Алло, здравствуйте. Да, а я по поводу вашего объявления, вот 30-60 Ti на Авито звоню. Ага, да-да-да. Да, а подскажите, пожалуйста, я сейчас, понятно, надеюсь, что буду какие-то стандартные вопросы задавать, просто я вот это не особо понимаю. Вот. Она когда у вас покупалась? В 8-е месяце, что это у нас? Август, август, ага. 5-е августа, да. 5-е, окей. Я вижу, что в отличном состоянии, но, ну, типа, такой тоже банальный вопрос по поводу майнинга или вытли игр брали, или там, как оно вообще это все? Нет, они видосы монтировали, но занимались дизайном, как бы, в свободной форме, так сказать. А, я понял. Ну, то есть она там в хвост и в гриву не юзалась, да? То есть ее в смерть не гоняли, короче. А, не-не-не, это все, как бы, при желании можете все это проверить, посмотреть там. Ну, она в состоянии, в принципе, в таком, что не переживайте. А, скажите, а если вот сегодня, например, можно будет к вам подъехать? Ну, не сильно поздно. И там организовывают мероприятия. А, я понял. Это будет до 9 часов. То есть даже в идеале позже. Ну, супер. Ну, там все просто. У человечка встреча с губернаторами, ну, как бы, там, так сказать, сейчас занят немножко, поэтому чем позже, тем лучше. Это дело очевидное. В принципе, все на Москве продавцы RTX 3060 Ti а занимаются примерно тем же самым. В идеале бы приехать, сесть спокойно, запустить тесты, там, 3DMark, 4Mark, OST, Geekbench, там, камбустер тот же MSI-вский. Все это прогнать, все внимательно посмотреть. Понятно, что тесты после визуального осмотра разве что работают. Если карточка визуально выглядит дерьмо, вот ничего там тестировать не надо. Но разбирать, ковырять, это все невозможно будет сделать, понятное дело. Поэтому тесты, тесты, какие сможем, прогоним. И Катерина, и Евгений в этом плане, конечно, сейчас соревнуются. Катерина вообще готова уже накатить все тесты до моего приезда, чтобы я все сам приехал, уже наготовенькое посмотрел. Там человек с депутатами встречается. Что же выбрать? С губернаторами, извините. Что же выбрать, так сказать? Непонятно. Перерыв небольшой. Нам нужно посовещаться и понять, кому мы в итоге поедем. Я собрал целый консилиум на кухне с пацанами. Мы очень долго совещались. Даже запустили опрос в Телеграме, какую MSI или Gigabyte видеокарту из объявлений взять. И угадайте, что произошло. Вы проголосовали поровну. И в итоге поняли, а поедем, купим две. Конечно, это немножко не в стиле и не по канонам авиатолога, но видеокарты, я подумал, настолько дефицитные, настолько растущие в цене, что 3060 Ti в размере двух штук – это инвестиция. Мы же должны не только тратить деньги в этих выпусках, но и учиться их экономить, а то и приумножать. Мы едем к Катерине. Нам в пути предстоит провести 40 минут. И после этого, как раз когда освободится второй человек, мы поедем к нему. И за вечер постараемся раздобыть за 70 косарей, за каждую две 3060 Ti. Здравствуйте, по поводу видеокарты. Так, с чего начнем? Вот это я вообще не пользовался. Да можно формарк, который, да. В общем, 5 минут она стоит. Если температура выше, там будет подниматься, все выше, 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 значит, все. Как тебе отбор? Ну, у меня она выше 53, видимо, 57 не поднималась ни в 3. В 3 это 27, слепут. Понял. Ну, ладно. Все, спасибо большое. Спасибо, ребята. Счастливо. Ну, первое у нас куплено. Сейчас позвоним следующему, который заканчивает встречу с губернатором и поедем. Ну, что, первая карта у нас в багажнике. Женя говорит, возможно, ребята нас даже узнали, потому что у них телек стоит, который мы рекламировали. И что там еще, массажер стоит. Ну, короче, если так, то привет, чуваки, если вы смотрите ролик, спасибо вам большое за то, что тепло приняли. Это всегда нелегко. Пускать каких-то чужих людей домой ищу Женя, когда какой-то тут лазает. Кайф, кайф, кайф от души. Кайфовать хочу, кайфовать, кайфовать хочу. Багажник успешного авиатолога 20K22 выглядит примерно так. Ну, конечно, не прям жирно, но это называется, пишите комментарии, ставьте лайки. Пол одиннадцатого вечера. Прекрасное время совершенно для начала новой жизни, поэтому эта новая жизнь у нас будет начинаться с GeForce RTX 3060 Ti Gigabyte. Свежие коробки, новые карты. Мы и понюхали, и по фонарикам посветили, и все потрогали, и все проверили. Выглядит абсолютно как новые пломбы на местах. Это всегда становится понятно с первой же секунды, как человек, это как на свидание. Авитология, это как Тиндер, только авито. Ты приходишь, смотришь в глаза, протягиваешь руку, чувствуешь этот какой-то блеск в глазах, у него блеск желания денег, у тебя блеск желания новой видеокарты. И с этого момента все становится понятно. Как человек общается, как он с вами переписывается, созванивается. Эти все вещи мы повторяем от выпуска к выпуску, и они неизменны. Составлено грамотное объявление, нормальные фотки, нормальное общение. 99% успеха. Это вообще из режиссерской комнаты. Ну, не будем говорить, чьей и какой, в силу собственной же безопасности, да? Но, тем не менее, видно было, что карточка, как нам по телефону и сказали, стояла в рабочем компе и просто работала на эфирах и на монтаже. Вот эти две карты, предположим, если вы с друганом на авито закупаетесь, они вам идеально подойдут как для большой сборки трикулера, так и для маленькой. Короче, улов есть. Не кастрюля. Ну что, я вернулся на студию с, можно сказать, победой в размере двух видеокарт 3060 Ti. И причем мне очень нравится, что мы взяли два разных бренда, две разные модификации. В такой сборке тоже можно использовать 3060, вот эту вот маленькую. Ну, короче, решать вам. Поэтому сейчас будем пытаться засунуть наши 3060 в эту махину. Там стоит, правда, 3090, Founders Edition даже, красивая. Ну что поделать, придется мощность немножко снизить. Давайте распакуем. Тут, опять же, можно очень долго спорить в комментах на тему майнинга, все ли мы проверили или нет. Но в условиях нашего трипа, нашей авитологии, мы все-таки стараемся людей не заморачивать сильно. Если бы вы покупали видеокарты, понятное дело, что тесты бы все затянулись часа на два, вы бы там все-все-все-все-все проверили, я как по внешним, так и по тестовым каким-то признакам на наших картах не обнаружил ну вообще ничего подозрительного. Понятное дело, что люди бывают разные, честные и не очень. Кто-то майнил жестко, кто-то нет. Ну, у нас, например, в коллективе есть человек, который майнил на своих карточках, и он, говорит, напрягается в основном видеопамять. Вот она греется до 100 с лишним градусов. Если делать это майнинг неаккуратно, то, конечно, ей придет жопа. В наших случаях вроде как и внешних каких-то признаков майнинга нет, и вообще все вполне себе нормально. Новые карточки, смотрите, какая красота. Мы сэкономили, между прочим, по 23-24 тысячи рублей. На мой взгляд, это дохрена. А вот эта карта, она чистейшая просто. И более того, у нас от нее даже есть вот такая кавитанция из магазина Regard. Пожалуйста, вот она. Look at this. Просто красота. И они еще с подсветочкой. Они вот такие красивые. Кулеры, смотрите. Тихие. Пыли даже в них никакой нет. Ну, короче, на вид, на запах и по всем остальным параметрам абсолютно новые карты. Поэтому мы сейчас будем делать кустарную сборочку. Я в этом ни хрена не понимаю. Сразу предупреждаю. Последний ПК, который я собирал... Господь, дай память. Это был, наверное, третий класс школы. А может даже и раньше. Я вообще не помню, как это делается. Поэтому, если я здесь что-то сломаю, ну, будет смешно вам, надеюсь. Весело, поржете. Скажете, какой криворукий, тупой. Ну, как обычно. Так. Я вообще не понимаю, что делать, если честно. Я сейчас все сделал, я тебе говорю. Ну, в общем-то... Ну, вообще, это рип. Походу. Она упала под кулер. Продолжим. Несу. Нормально. Так, теперь что? Мне нужно вынуть видеокарту, да, отсюда? Во. Скорее всего, в слоте на защелке. Ты че умный-то такой? Ну, сам и делай. Мама родная, как люди это делают-то? Это ж сложно все. Так, вот тут какую-то... О-о-о-о-о. Look at this. У меня... Какая она красивая, да, вообще? Ну, давайте начнем с гигабайт. Начнем. У меня все получится. Вроде получилось. А вообще, там держится? Б***ь. Это не то. HDMI берем вот так. Раз. Два. Ну, вроде все готово к тому, чтобы запустить и протестить. Первую нашу видеокарту. Кнопка-то где здесь? Карточка засветилась? Вроде работает. Картинка что-то не идет. А, может к ней вот это надо? Ладно. Я просто не подключил к ней провода. Они не дотягиваются сюда. Поэтому нужно вот из этой карты достать вот этот типа удлинитель. Только он не подойдет сюда. Ну а как? Правда нет? Ну серьезно, смотри. Вот эти провода. Ну как их сюда дотянуть? У меня в коробке не было ничего. А вот если мы эту поставим? Может и будет. Давай попробуем. Да, сейчас мне конечно в комментах-то навтыкают. Это ты не за то взял. Это ты не туда вставил. Это ты не так сделал. Это ты не тупой вообще. Это ты гори в аду. Это вот ты конченый. Ну это тоже не дотягивается, смотри. Ну короче. Я вроде как все разобрался. Можешь просто подключиться. Напоминаю, карту я даже пока не закрепил. Сейчас если тут появится картинка. Ну кулеры у видеокарты крутятся. О, look at this. Вот видеоадаптеры. Базовый видеоадаптер. Так мне еще нужно же получается это интернет сюда. Драйвера скачать. Вот такое занятие. Очень люблю. Так. Вообще, конечно, мир ПК удивителен. Абсолютно удивителен. Нет бы купить PlayStation, как в прошлом выпуске. Просто подключить два провода и начать играть. Не. Надо вот. NVIDIA RTX 3060 Ti. Устройство работает нормально. Гнездо PCI-6. Shida PCI-101. Устройство 0. Функция 0. Описание моей жизни просто абсолютно. Все нормально. Давайте воткнем вторую. Если она тоже будет работать, можно ролик заканчивать. Так, одну карту достали. Ой, красивая, вообще классная. Вот эта прям карточка. Теперь протестим вторую. Алгоритм действия у нас будет тот же самый. Включаем раз, два. Вставляем. Ну все, мне пора это. Сборку ПК за 500 рублей делать. Вот. Теперь здесь должно появиться изображение. Не крутится? Чуть не работает ничего. Не, подключено все точно правильно. Я проверял перед покупкой. Мне человек показывал, как он... Открываем диспетчер устройств. Компьютер ее пока не видит. Ну... Сейчас, подождите. Подожди. Тут какой-то чайный клип. Драйвера поставились. Закрываем. Вот, пожалуйста. Тоже работает GeForce RTX 3060 Ti. Мне кажется, этот выпуск овитолога был самым продуктивным из всех, потому что мы купили не одну видеокарту по хорошей цене, а целых две. И если представить, что если бы я был вот таким богатым человеком, который хочет купить две видеокарты, в магазине они обошлись бы мне практически... А, в 190 тысяч рублей. Каждая по 93 с лишним, 95 плюс-минус. В некоторых магазинах вообще по 130-60 Ti стоит. Короче, около 200 тысяч рублей мне пришлось бы отдать за две такие карты в состоянии новых. 140... Ну ладно, 141 тысяч рублей мы потратили на 3060 Ti MSI и 3060 Ti Gigabyte. Хорошие карты с отличными отзывами, которые, я уверен, будут работать очень долго. Одна еще и со 100% гарантией два с половиной года у нее осталась. Считаю этот выпуск овитолога максимально успешным. Если у вас остались вопросы по поводу того, как выбирать видеокарты и на что обращать внимание, пишите их в комментариях, помогайте друг другу, обсуждайте. Если я что-то упустил, тоже можете мне об этом, конечно же, прямо написать. Овитология наука сложная и мы всегда слышим вас и делаем выводы. До встречи в следующем выпуске. Пока. А что, разыгрывать не будем? Охренел, что ли? Такое добро самим.